Акономияки, или по-нашему капустные блинчики со свининой. Высыпаем 1 стакан муки в миску побольше. Добавляем пол чайной ложки соли и 2 чайной ложки сахара. А теперь вливаем воду. Нам нужно столько воды, чтобы по консистенции тесто получилось как на блинчике. Вбиваем одно яйцо. Хорошенько перемешиваем. И если наше тесто еще густое, то добавляем еще воды. Теперь, когда наше тесто идеально, приступаем к начинке. Очень мелко шинкуем капусту и тоненько нарезаем лук. И после этого высыпаем овощи в тесто. Хорошо перемешиваем и переходим к приготовлению мяса. Очень тонко нарезаем свинину и обжариваем на раскаленном масле по 15 секунд с каждой стороны. Чтобы мясо нарезать максимально тонко, советую сначала его немного подморозить. Когда мясо подолотится, выкладываем сверху капусту в форме блинчика и жарим с каждой стороны по 10 минут. И будет намного удобнее переворачивать, если делать блинчики не на всю сковороду, а такими небольшими порциями. Аромат уже стоит фантастический, но это еще не конец. Сбрызгиваем немного соевым соусом и смазываем майонезом. Вот и все. Японское блюдо в домашних условиях готово. И оно очень вкусное, особенно когда остынет. Сбрызгиваем немного соевым соусом. И это все. Японское блюдо в домашних условиях.